Музыка Здравствуйте, уважаемые подписчики, уважаемые зрители Еще одна ручка, которая пришла мне на этот раз уже из другого магазина Я решил попробовать другую модельку Это у нас пришла моделька ручки Джинхао X450 Пришла она вот в такой вот упаковочке Очень интересно, здесь такой бархатный мешочек, завязочки можно, собственно, завязать И ручка с удовольствием там будет храниться Очень интересно, кстати, китайцы любят такие всякие веревочки, такие чехольчики Вот, здесь она упакована еще в полиэтилен Это все мы снимаем, откладываем Вот такая вот ручка Еще состоит черная, с таким коралловым напылением или не напылением Очень похоже на царапины, но это именно такой вот у нее внешний вид Колпачок очень такой массивный, тоже золотистого цвета Здесь сделано такой точечный логотип Джинхао написано И, собственно, модель X450 Колпачок такой жестко достаточно снимается Перо открытое у ручки Толщина пера, наверное, тоже на 47 мм Вес указал производитель Ее приблизительно 43 грамма Длина 14 см На пере куча рисунков, надписей Джинхао, это я покрупнее Вы посмотрите, вот я вам сейчас покажу Дальше Открываем, собственно, колпачок Здесь тоже емкость для чернил есть Такая вот винтовая Ее тоже можно соединять Спокойно, совершенно, спокойно, совершенно Используются такие же картриджи сюда Вставляются и, собственно, пишите Но мы с вами будем ее заправлять Предлагаем заправить ее черными чернилами Уже фиолетовые есть, синими заправляли Теперь заправим черными чернилами Да, посылка сама, собственно, это рекорд для ручек Шла 9 дней, из них 3 дня она была в России Собственно, значит, 6 дней шла из Китая Очень быстро продавец отправил ручку Кстати, можно сделать скидки Идет, общается на это Поэтому рекомендую продавца У магазина ссылки будут внизу В описании видео Поэтому сейчас попробуем заправить Опять же, заправлять будем прямо в емкость Непосредственно, чтобы не портить перо Чернила черные берем Первый раз открываем Спокойно Вот, тряпочку на всякий случай Так, пробуем Выкручиваем самое нижнее положение Сам поршень И потихонечку заправляем Сейчас первая заправочка будет тоже, наверное, не очень до конца Ага Сейчас еще разочек попробуем Так Сейчас поглубже В принципе, можно чернила переливать в колпачок Но обычно это заканчивается переворачиваем колпачка и мойкой штанов Вот как Получилось все прекрасно у нас Вытираем Чтобы не испачкать ручку Да Это мы сразу закрываем чернила И возвращаем на место Вставляем плотненько Теперь я узнал, как это называется Это называется коллектор, но еще называют его фидер Вот, там такие мелкие-мелкие прорези Для того, чтобы смачивались чернилами И была обеспечена подача чернил, собственно, на перо Вот, в зависимости от скорости Сейчас мы немножко добавим Вот чернила здесь Пошли, я вижу, чернила На скорости От нажатия, собственно, на перо И этот фидер Работает Для подачи чернил Вот, закрутили О! Слушайте Классно пишет Смотрите, мне нравится Ууу, какие Перо немножко жестковато Все равно тоже, мне кажется Но очень Очень В то же время В общем О! Можно и тоники Смотрите, такие штучки делают Сейчас сделаю покрубнее Стандартно пишем Нашу любимую запись Смотрите, как раз Смотрите, как раз Нравится как пишет. Так, ну как вам нравится, мне нравится. Хорошее перо, жестковатое, но прекрасно пишет, держит нажатие. Колпачок вот этот, собственно, держатель пера сделан из другой немножко пластмасски, из такой, как говорят сейчас софт-тач. Она такая немножко шероховатая, а сам вот этот колпачок материал такой гладенький, поэтому немножко отличается. Вот так вот. Хорошая ручка, рекомендую продавца. Подписывайтесь, задавайте вопросы, может быть что-то будет интересное, хотите, будем заказывать ручки, какие вас заинтересуют, ссылки будут в конце видео в описании, крупные планы я вам показал. Поэтому ждем вопросов, комментариев и до новых встреч.